Здесь будет даже установлена табличка, что последствия урагана 2018 года, чтобы видели, насколько он был силен. Руководитель Дендрария рассказывает, такие пни три года назад были по всей территории. Сейчас ситуация меняется. Часть крупных деревьев смогла восстановиться самостоятельно. К примеру, на этой лиственнице европейской буквально за два года появились новые молодые побеги. Со слов специалистов, настолько сильно она хочет жить. У нас из коллекции выпала сосна банкца после урагана. Были высажены новые образцы, и они достаточно хорошо прижились, начали восстанавливаться. То есть прирост дают хороший. Но, конечно, размеров теперь достичь, это таких же, которые были лет 50 надо. Но коллектив настроен позитивно и продолжает благоустраивать место отдыха. Этим летом здесь появились новые лавочки, полностью обновили ранее существующую беседку, поставили еще одну. Все вроде бы для людей, по их просьбе, но гости Дендрария далеко не всегда отвечают ему взаимностью. Сердце кровью приливается, когда люди, приходя, вот это вот, доставая нож, вот на новой беседке вырезают свои вот эти пожелания, кто-то кого-то любит. Но для нас это беда. То есть нам придется в любом случае это потом закрашивать, заделывать. Поэтому люди не понимают, портят такую красоту. К слову, красота здесь повсюду. Осень – пара ярких красок, и сейчас в Дендрарии просто невероятно красиво. От обилия разноцветной цветовой палитры даже в прохладный день становится теплее. Правда, руководство отмечает, что нынче поток посетителей стал меньше, и причина как раз в погодных условиях. Здесь надеются, что теплые дни, так называемое «бабье лето», еще будет. Но уже строят планы по благоустройству на следующий сезон. Обещали, что обязательно учтут все мнения горожан на предмет, что еще должно появиться в Дендрарии для удобства и комфорта его гостей. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.